4,7 миллиарда рублей составит фонд особоэкономической зоны в этом году. По словам председателя Магаданской областной думы, такого объема прежде не было. Сергей Абрамов отметил, что это прекрасная возможность улучшить состояние различных сфер. Везде принимает участие в долях. Это то, что доля от Магаданской области в софинансировании, это средства из особоэкономической зоны. И сегодня мы в полном объеме сформировали сумму, согласно проектной документации, это для строительства ВЛ, для запуска санатория Талая. Там уже идет даже набор специалистов, есть опубликованы с достойной заработной платой, но чтобы люди там эффективно работали, и чтобы люди, которые проживают в поселке Талам, а это населенный пункт Магаданской области, имели устойчивое электроснабжение, конечно, туда надо и линия, там сегодня идет выработка электроэнергии на дизель-генераторах, что и очень дорого, и не всегда надежно. Вот мы в полном объеме сформировали пакет, добавили сегодня более 400 миллионов рублей на завершение строительства. Я хочу сказать, что эти деньги, они тоже часть их на возвратной основе. Туда будет направлено из миллиарда четырехсот, это порядка 850 миллионов, которые должны вернуться опять в особую экономическую зону, это федеральные средства, но мы сегодня в полном объеме, опережающем порядком из особой экономической зоны, это вот направление финансируем, а потом эти деньги вернутся. То есть наша доля будет порядка 600-700 миллионов, но населенный пункт наш, санаторий тоже наш. Также из средств особой экономической зоны деньги выделили на подключение инженерных коммуникаций в строящемся здании аэровокзала. Часть средств осталась в резервном фонде, это порядка 200 миллионов рублей. Еще один вопрос, который рассмотрели депутаты, судьба безнадзорных животных. Эту проблему обсуждают уже несколько лет, и, как рассказал первый заместитель председателя областной думы Андрей Зыков, на территории Колымы функционирует законодательная и нормативная база, но, к сожалению, это не приводило к положительной динамике. Мы выработали концепцию, и сегодня она практически отражена в том законопроекте, который мы приняли в первом чтении. То есть концептуально собак без хозяев на улице быть не должно, это самое главное. То есть вот эти вот подменяемые, так сказать, подменяемые терминологии о гуманном отношении, что собака должна находиться в естественной среде, после этого, это все, конечно, у нас уходит. Потому что, посмотрев, что выбрасывая, опять же, ту же собаку, с которой проведена вакцинация, беркование, стерилизация, выбрасывая ее, так сказать, на улицу, то есть выпуская обратно на улицу, мы подвергаем той же самой опасности как саму собаку, так и гражданам. Андрей Зыков обратил внимание на то, что естественной средой собаки является не улица, а квартира, дом или другая территория, где она под присмотром. Поэтому все животные, которые находятся на улицах населенных пунктов, должны быть временно помещены в приюты, где определят их владельцев. Те собаки, которые не имеют ни рода, ни племени, которые проявляют агрессию, которые являются источником опасности, нанесения даже опасности, то есть агрессия не только что обязательно покусала, это беспредметный, так сказать, лай, преследование, особенно набрасывание на детей, даже без укусов, это уже как бы есть агрессия. То есть собака – это животное, которое как бы оно у себя пытается как вот в стае, да, в стае, показать, что она, вот, ну, эти собаки будут постепенно утилизироваться. Обсудили парламентарии проблему попрошайничества. В частности, речь шла о людях, у которых подобная деятельность уже стала системой и чуть ли не профессией. Мы нередко встречаем таких у торговых точек на площадях и проезжих частях. Целью разработки законопроекта является поддержание на территории Магаданской области на должном уровне общественного порядка и безопасности граждан. Законопроект предусматривает усиление действующей региональной административной ответственности за попрошайничество и гадания. Несмотря на проведение профилактических мероприятий со стороны органов внутренних дел, в настоящее время на территории региона просматриваются негативные явления, связанные с попрошайничеством. Эти лица никуда не уходят и в настоящее время находятся в общественных местах. Штрафные санкции в Магаданской области за совершение такого рода противоправных деяний не менялись с 2007 года. В настоящее время у нас предусмотрена административная ответственность от 100 до 500 рублей. Предупреждение и полицание попрошайник не производят должного влияния, а сумма штрафа в 100 рублей компенсируется за счет доверчивых граждан. Заместитель председателя облдумы Виктория Голубева обратила внимание на то, что этот вопрос уже обсуждался на заседаниях профильных комитетов, где пришли к выводу, что такое поведение должно наказываться жестче. Я могу сразу сказать о том, что мы не говорим сегодня о тех бабушках, бабушках, дедушках, которые какой-то, наверное, оказались в трудной жизненной ситуации. Возможно, была такая необходимость подойти к магазину, что-то попросить. Мы говорим именно о тех людях, у которых это практически стала профессия. Мы с вами очень многие наверняка являемся еще автолюбителями. Мы с вами помним, что сейчас начинается весенняя пора, лето. У нас откуда ни возьмись появляются новые лица, лица с ограниченными возможностями, которые мешают нам на дорогах, попрошайничают. Вот мы говорим именно об этом, о том, чтобы люди знали и понимали, что за данный вид про нарушение есть административная ответственность. При детальном рассмотрении данного вопроса выяснилось о том, что у нас есть такой, знаете, грубо говоря, какой-то туризм развитый, когда таких людей специально привозят. То есть это даже не наши люди, не жители города Магадана. На Магаданской области. То есть людей специально привозят для того, чтобы вот этот период времени работать попрошайкой и зарабатывать на себя и, может быть, на чужого дядю. Вот мы хотим как раз именно с этой категорией и бороться. В итоге приняли решение убрать такую меру ответственности, как предупреждение, а также увеличить размер штрафов. Теперь он составит от 1000 до 3000 рублей. В октябре депутаты проведут парламентский контроль и проверят, насколько эти изменения окажутся действенными. Олеся Хитагурова, Илья Пачин. Специально для Карибу.